как быстро летит время короче все дела мы сделали на работе проставились дома все там настроили выработали свой режим уже более или менее вероника сейчас отдыхает с леончиком спят они у нас воскресенье выходной я решил съездить на рынок кое-что купить домой потому что завтра опять рабочая неделя и чтобы вероника лишний раз никуда как бы так но не выходила не планировала выходить тем более у нас я вот только приехал на рынок и дождь пошел погода вообще не очень поэтому сейчас зайду куплю рыбы здесь опять фишопте рыбку такую стейки надо по чуть-чуть в рацион уже вероники водить ее можно сразу надо взять такую целую рубежу попилить ее на стойке и чтобы она когда захотела могла сразу взять себе быстро запечь приготовить там либо пасту либо стейк сделать вот так же здесь надо час памперсы посмотреть и еще вероника просила купить меня ткань если я ее найду но сейчас сначала за рыбой а потом дальше по списку верюсь как говорила вот в этот магазин зайти вот где ткани но он закрыт почему-то вот он рядом с рыбой находится рыбу я участку пил магазин закрыт это ткани придется где-то в другом месте искать очень жаль надо туда куда-то проехать но у нас сегодня воскресенье поэтому здесь столько людей машин ну рынок понятно да плюс дождь еще пробки везде конкретные машин столько много но надо как-нибудь через амал туда обс проехать чтобы там машину где-нибудь оставить на 40 пройти сходить и здесь на самале где-нибудь памперсы посмотреть машин очень много отсюда вот так пока выйдешь тоже вон сколько типич конкретный короче не захотел я стоять там в пробке ждать решил объехать вот так до федоровки там уже на параллельную выехать затеевич или как улице иногда вот реально на рынок приезжаешь в час пик тут можно в пробках или парковку искать дольше чем тебе надо что-либо купить рыба вот 3600 по весу вытянула на двадцать одну тысячу но рыба правда вкусно это семга вероника очень быстро ее и вкусно готовит либо стейки запекает либо делает с пастой с макаронами сыром там сметанка тоже я как раз проголодался прям кушать захотел и вспомнил ее стейки я наверно сейчас поеду домой а потом уже куплю памперсы потому что здесь сейчас пока машину припаркуешь пока бежишь время обеденное надо кушать дальше дела еще есть по дому поэтому памперсы можно в принципе в любой аптеке купить они проблема да сейчас в принципе все не проблема лишь бы были деньги сто процентов я сейчас домой приеду а веруська с леончиком спят я прям уверен он всегда в такое время к двум часам спит где-то до пол четвертого а потом просыпается а нет я же ткани еще должен был купить вот думаю что-то забыл ткани надо на церковь сходить посмотреть есть нет ли куда я попал тут заблудиться можно в одном нет с другом нету магазине вот так когда день гуляешь пока найдешься не ну на авторынке я бы быстро сориентировался а вот что касается ткани там резиночек материала это это пове русски на части я помню как-то с ним и заходили за сам магазин туда вот прямо вот так по павильону и с левой стороны где-то там походу не туда а вот сюда дальше пройти и вот с левой стороны наконец-то нашел и теперь здесь надо найти где эта ткань кость прям до нашел где ткань продают а фланели теперь нету на улице говорят спросить с каждым разом это все интересней и интересней короче сейчас здесь не будет то все уже то поеду домой но нету фланели нигде здесь а муслин тоже цены разные в одном месте 2000 в другом 2 800 непонятно короче решил найти где-нибудь в инстаграме сначала будьте какой-нибудь чтобы вероника выбрала я потом поехал уже и купил сейчас все поеду домой обедать и посмотрю что мои котики там делают не котики а львы теперь же у меня два льва был была одна львица теперь львица и маленький львенок неужели я с этого рынка уже вырвался здесь в центре города постоянно такие пробки вот это улицы узкие парковки нет был же вариант что вообще рынок шаг из и даже часть алтын арбу перенос перенесут на юго-восток global city там большие павильоны отстроили почему до сих пор не переезжают неизвестно вот слышите как тихо я же говорим они спят кайфует я пришел их разбудим позвонили мне на телефон поэтому верусь как услышала проснулась вы угрюмаете пойду рыбку беру в холодильник я сейчас пока леончик спит подготовила ему кое-что интересное хочу уже начать ну как бы немножко развивать его потому что скоро ему уже месяц и уже можно пытаться с ним играть стимулировать его зрение улучшать и для этого я распечатала черно-белые картинки вот так они выглядят с месяца можно показывать вот такие вот картинки очень простых форм можно даже глинии просто немножко краска заканчивается но ничего страшного главное форма потому что сейчас у него он видит нечетко а вот такие вот черно-белые картинки наоборот будут улучшать ему зрение их нужно повесить рядом с племянным столиком либо рядом с кроваткой будем пробовать смотреть новая такая технология в образовании детей посмотрим вообще будет он реагировать на такое или нет еще у Рустам нам нашел акваковрик это чуть попозже когда можно будет выкладывать дончика на животе и приказывать буквально через несколько дней в принципе по советским стандартам образно говоря в месяц можно выкладывать и он тут вот может тоже ручками играть с этими рыбками но это посмотрим я еще тоже такое как бы не знаю как это делать надо в интернете посмотреть но многим нравится очень конечно ночью бывают разные сейчас происходит адаптация но я заметила что уже лучше уже привыкли ко всему у нас есть режим поэтому я хочу вот уже начать с ним заниматься и просто так же у нас степень магистра по педагогике хочется уже как-то применить свои знания на ребенке он назначил очень сильно линять это еще нормально вот эти перышки было больше намного я читала что возможно возможно это осенний линка либо представляете это стресс на ребенка вот смотрите аж большой перо лежит хотя мы ему внимание также уделяем клетку вот я сейчас пришла специально почистить ну опять увидела перо поэтому вот пришел заснять потому что каждый день ну чистишь все равно убираешь не снимаешь и вот не знаю на ребенка это или все таки линька надеюсь что линька потому что диончик в принципе всегда я вот тут у нас гулял образно говоря в зале коляске но он в нее уже не помещается поэтому она стоит вот такая ненужная я вот как раз хотела закрыть розетку чем и мне кажется это прям где он как раз он сюда поворачивается смотрит и не будет руками дергать как раз проверим в принципе когда ребенок спит ну днем я очень много что успеваю и браться и приготовить и все сама в принципе нормально они конечно приходят бабушки но я и могу сама поет песенки весело он как раз сидит я его не могу с балкона здесь часто видно на самом деле очень холодно я уже хочу закрыть балкон но он не выходит я все жду когда вы будете домой чтобы закрыть балкон очень прохладно становится у меня тут сушатся орешки для моего питания и Русланку купил рыбу размораживает честно я вообще не люблю рыбу но сказали надо, раньше надо, будем запекать вот пробуем мы наши картинки Леончик вроде смотрит что-то рассказывает, да сердечко это и солнышко, да короче, Леончику фотографии и картинки понравились твоя распечатка Веруська уложила его спать мы сами тоже укладываемся спать я не знаю это тень или нет нет короче, это моя прическа по-моему это тень все таки ну все, всем спокойной ночи и всем пока всем хорошего встречи и пока, увидимся Субтитры сделал DimaTorzok